Всем привет и добро пожаловать в новое парфюмерное видео, в котором мы с вами обсудим самые весенние ароматы. Ну что, 8 марта позади мы насладились букетами роз тюльпанов, той самой пресловутой, но так великолепно пахнущей мимозы. Но наши парфюмерные композиции еще очень и очень много времени, ну практически вечно будут дарить нам ароматы весны, когда нам только этого захочется, например, летом, зимой, осенью, всегда-всегда-всегда. И хочется дуновения весны, нас спасет парфюмерия, хочется вдохнуть ароматы тех цветов, которые уже давно отцвели, а вот парфюмерия нам в помощь. Так, ну что, кошка прошла по проводам, но ничего не задела. В общем, с вами начнем самый-самый, один из самых весенних ароматов на тему, наверное, наиболее натуралистичного запаха тюльпана. Это, конечно же, La Tulip от бренда Bayreda. Я его люблю носить и в марте, и в апреле, и прям даже до конца мая. А потом отставляю на дальние полочки и с удовольствием просто нюхаю эту парфюмерную композицию из носика. Итак, чем это пахнет? Аромат тюльпан, он прям так и пахнет тюльпаном. Он пахнет тюльпаном целиком. Он пахнет и стебельками, и листочками, и, хотела сказать, веточками, но нет, и тычинками. И всем-всем-всем пахнет цветами разнообразных оттенков тюльпаны. Те самые тюльпаны нежнейшие. Аромат, который нельзя передать словами, его нужно только ощущать. И полностью ощутить, как пахнет тюльпан, гипертрофировано, очень ярко, мы можем через этот аромат. Причем пахнет это именно не как какой-то запах, не как отдушка, а как парфюмерия. Парфюм свежий, яркий, на тему даже чистоты. Он действительно, да, соседствует в компоновке нот с тем самым бланшем. Тут и на тему чисто выстиранного белья с каким-то прекрасным кондиционером. Но при этом все это звучит парфюмерно. Вы будете пахнуть чисто, свежо и невероятно обволакивающе и диффузно. А вот такой вот парфюм Latulipa от бренда Bayreda. Я думаю, все с ним знакомы и очень долго рассказывать про этот парфюм не нужно. Кстати, все ароматы, которые будут в этой подборке, вы можете посмотреть в интернет-магазине RANDEVU. Если захотите там что-то приобрести, то, пожалуйста, используйте мой промокод 10Тверская, который дает скидку в размере 10%, суммируется со всеми акциями и скидочками на сайте. И тюльпан Bayreda там точно есть, но не все парфюмы там сейчас в наличии, но вы можете ставить в избранное. И когда ароматы появятся, то вам придет оповещение, как это всегда делаю я. В общем, никак не могу расстаться с этим ароматом, но сегодня у меня в планах побрызгаться чем-то другим, чем я вам расскажу. Итак, самые красивые тюльпанчики, парфюмерные тюльпанчики на свете, и розовые, и желтые, и красные, такие вот пудровые, пыльцовые. Ну, в общем, ладно, все-все-все. Отставляю сюда на место свой флакончик. И давайте мимоза. Самый классный аромат мимозы раньше считался это шампульсес, то есть гелисейские поля. Ну, и он сейчас тоже такой классный, но его довольно-таки трудно купить. Но мне гораздо больше нравится Ананда Миколев. Она звучит глубже, она звучит объемнее, она более стойкая, она более шлейфовая. И что меня радует, она более сложная. Здесь не такие простые цветочки мимозы, как, например, в елисейских полях, потому что здесь огромное количество других нот. Здесь и пудровость ириса, и фиалочки, и сочность груши, и томность сливы. И все это рождает собой великолепный аромат на тему ягодно-цветочных. Он довольно-таки сладкий, при этом мимоза-то самая пыльцовая, шариковая. Такая вот шариковая, да, да, шариковая, пыльцовая, желтенькая мимоза. Здесь чувствуется просто от и до. Стойкий шлейфовый, красивый аромат. Люблю его носить тоже в марте, люблю его носить и в апреле, и в мае в том числе. А потом иногда прикасаюсь к этому творению, к этому шедевру зимой, когда хочется, собственно, весны. Со шлейфа неоднократно ощущала этот аромат, и пахнет он просто божественно. Это вот настоящие изысканные французские духи. Вот такой вот прекрасный аромат. У меня здесь лимитированные издания, но вы можете посмотреть любые выпуски, даже, наверное, в объеме 30 мл. Тут у меня соточка в интернет-магазине Rendezvous. Еще один парфюм, про который мало кто знает. Total White от бренда Parlemois. Это тоже на тему сирени. Хотя нота сирени тут абсолютно не заявлена. Тут есть нота сиренги, тут есть вистерия, и тут есть, конечно же, мускусы. Это нежный, летящий, воздушный, при этом стойкий и гипершлейфовый аромат, который пахнет просто божественно. Пахнет весенним теплым утром, когда еще где-то на проталинках снежок завалялся. Но он подтаивает уже, пробиваются первые цветы, первые травинки. Очень свежий, прекрасный аромат. Тоже на тему чистоты. Если вы любите пахнуть чисто, свежо, не очень-то и сладко, цветочно, то тогда эта парфюмерная композиция придет вам на помощь. Причем ношу я его практически круглый год. Он такой вот всесезонный, свежий аромат белой рубашки с прекрасным, не дешевым, надо сказать, сиреневым амбре. Запахом сирени. Как вы относитесь к ароматам фиалочек засахаренных? Засахаренные фиалочки я прекрасно ощущаю в аромате от бренда Крит. Он называется Love in White. Здесь версия Summer, но она немногим отличается от классической версии Love in White. Тут просто прозрачный флакончик и аромат несколько тоньше, чем во флагмане. Здесь очень большое количество нот, среди которых тоже лидирует ирис. Но здесь я слышу засахаренные, вот такие утонченные, очень элегантные цветы фиалки. Великолепные, женственные, нежные, укутывающие, очень комплементарные мужчинами. Аромат вот такой вот. Он, нотки я буду все прикреплять, вы можете их почитать. Я не лазила на фрагрантику, не смотрела ноты. Ноты, также ссылки все на эти ароматы я оставлю. Можете прям по ссылочке пройти, почитать про них на сайте рандеву и прицениться, какая цена. Еще раз повторюсь, будете заказывать, не забывайте использовать мой промокодик. Ну и также, конечно же, не забывайте, чуть не забыла опять сказать про мой авторский аромабокс. На рандеву ссылку на него тоже оставлю. The Best Parfum Ольга Тверская. Только самая лучшая, гурманская, женственная и комплементарная. Моя подборочка на нее, кстати, тоже распространяется промокодик. Потому что промокодик действует в заказе от 2500 рублей. Ну что, давайте, давайте в такую противоречивую нишу пойдем. Но я думаю, что не все будут мне противоречить, что Ганимет, Ганимета, Марк Антуан Буруа тоже весенний аромат. Хотя он и относится к категории все сезонных парфюмерных композиций. Но и весной он звучит, переливается, искрится, как будто бы лучками солнца. Лучше всего, мне кажется, это очень свежий, яркий, цитрусовый, гипершлейфовый парфюм. На такой шафраново-кожаной подложке. Тоже с цветами и со специями, но в основном здесь свежесть цитрусов, великолепная цитрусовая свежесть. И тоже такой индустриальный отголосок аромата, который многие ощущают, как те самые типографские листы, только что вышедшие из печати. Аромат, подходящий и мужчинам, и женщинам. Он свежий, с кислинкой, с легкой сладинкой, с персиковостью такой вот, а с мантусовой на кожаной. Очень красивый, даже можно сказать бархатистый, замшевый подложки. Классный парфюм, неизменно поднимающий мне настроение в любое время года, поэтому и весной я его использую очень и очень часто. Ганиметто Марк Антуана Буроан. Так, вы думали это все? Нет, еще не все. У меня тут еще есть один парфюм, который сегодня я как раз планирую нанести на себя, потому что давненько его не наносила. Наношу я его по большей части весной. Это премиальная линейка бренда Лалик и парфюмерная композиция называется Blue Rice. И этот парфюм пахнет для меня... А чем он пахнет? Я помню, чем он пахнет для меня. Он пахнет для меня фиалковой нежной пудрой. Ну что, давайте нанесем. Кстати, пирамида здесь, а вы почитаете, ни о чем вам не расскажет. Эту парфюмерную композицию нужно тестировать на себе. Это свежий, зеленый, акватический парфюм на тему фиалки в пудре своей пыльцы и в пудре сахарной. Понимаете? Что-то такое зефирное, безешное, при этом абсолютно не сладкое. Здесь больше кислинки, сладость. Здесь совершенно буквально добавлено на кончике ножа. Но здесь очень много свежести, здесь очень много воздуха в парфюмерной композиции. Вы только посмотрите, да, жидкость какого красивого цвета. Можно было подумать, что в связи с тем, что это больше акватический аромат, такой цветочный, акватический, что его лучше будет носить летом, но нет. Вот эта вот фиалковая, такая немножечко даже, знаете, не хочу сказать рассольная, но вот такая вот как в пудре шарики метеориты герлен основа заставляет этот парфюм носить именно весной, как очень жизнеутверждающий, жизнепробуждающий женский парфюм. Не пробовали? Попробуйте. Я смотрела на рандеву, он точно есть. Любите аромат метеоритов герлен, то вот, пожалуйста, практически 100% его замена. Да, вот нанесла на себя и не пожалела. Здесь и пыльцовость, и цветочность, и фиалочность такая специфическая, герленовская, хотя это вовсе не герлен, а лолик, и пахнет это просто божественно. Сразу поднялось настроение. Вот такой цветочно-акватический весенний парфюм, который я люблю использовать именно вот в начале весны, да, но, наверное, в апреле его тоже буду использовать. Он ассоциируется у меня с такой цветочной капелью, если можно, такой себе представить. И завершит эту подборочку. Замечательная парфюмерная композиция от бренда, тоже про которую много кто и забывателей даже не слышал. Это Паула Джиджили. Да. Паула Джиджили. Ну, в общем, может быть, я неправильно произнесла название этого бренда, но зато посмотрите, какой классный флакон, и зато я держу его у себя в руках. Вы будете читать ароматную пирамиду и тоже ничего из нее наверняка не услышите, потому что в самых стартовых нотах, если смотреть во всех источниках, здесь будет заявлена клубника. Но клубника здесь, если она и есть, то она абсолютно не такая, как в других ароматах. Клубника здесь не натуральная, не синтетическая, не косметическая, как в губных помадах. Здесь что-то такое вот иное, потому что все эти ноты закручены вокруг других цветочных нот, древесных оттенков и, конечно же, кашмирана, который придает этому парфюму очень теплый такой вот мягкости. Окутываюсь, окутывающести, да, если можно так сказать. В общем, парфюм, ой, действительно, вот это самый, наверное, сладкий парфюм из этой подборки, но он абсолютно не переслащенный, он где-то параллелится восприятие саласкост-пурфам, но лакост-пурфам, он более приземленный, простой парфюм. А здесь вот благодаря вот этим клубничным, даже где-то там я читала кокосовым нотам, это такая очень красивая, элегантная, женственная парфюмерная композиция. И когда я ее ощущаю, вот сразу, знаете, как будто бы я вышла на улицу. Снег еще лежит, но он подтаивает, где-то вот эти вот прогалинки с первыми весенними цветочками. От земли пахнет приятно, понимаете? Потому что вы находитесь не в лесу, именно в городе, но где-то прошла девушка в прекрасных, таких вот цветочных, очень дорогих духах. Это все на фоне возрождения жизни, возрождения земли, почки какие-то, причем почки такие сладкие, может быть вишневые, может быть яблочные. Я вот здесь вот ощущаю, в общем, капли росы на ветках деревьев, ну не росы, а стаившего, собственно, то льда, да, который покрывал тоненькие веточки. В общем, это аромат для меня возрождения жизни, аромата праздника в душе. Когда так хочется, праздника в душе, вот я одеваю этот замечательный аромат. Еще раз повторюсь, о пирамидке я вам все вставила, потому что вот в некоторых ароматах то, что заявлено в пирамидке, я, собственно-то, не ощущаю. Если у вас есть эти парфюмерные композиции, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Также большинством из ароматов, которые есть в моей коллекции, я могу с вами поделиться. 5 или 10 миллилитров, очень качественные отливантики. Заглядывайте ко мне ВКонтакте на страничку, в Инстаграм, там все можете посмотреть. Но флакончик просто великолепный, да все флакончики великолепные. Я люблю и лаконичные флакончики, я люблю и вот такие вот с шикарными стразами. Кстати, почитайте про этот аромат, как сложно, собственно-то, создается для него флакончик. Расписывается золотом вручную, все вот это вот и стекло чуть ли не выдувается вручную. И у лалик, конечно, тоже уникальнейшие флакончики, вот такие вот красивые. Посмотрите, тут это как будто бы замороженное стекло, а тут вот прозрачная, вот такая вот шикарная метеоритно-фиалковая вода. Все, моя хорошая, на этом я завершаю это видео. Спасибо, что смотрите, спасибо, что подписываетесь, жду вас в комментариях. Еще раз повторюсь, напишите мне свои самые любимые весенние ароматы. А я вам говорю пока-пока, всех целую и до скорых новых встреч, конечно же, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok